Друзья, догадываюсь, что позади два дня марафона, а я вас зову на заключительный, на третий день. Потому что очень много внимания уделяю тем людям, у которых вес больше, чем это положено по росту. Но 25% моих слушателей – это худюшечки, маловесные девочки. Или люди, которые в оптимальном весо-ростовом соотношении выкарабкались когда-то из лишнего веса, либо никогда его не имели, но они тоже хотят быть молодыми, здоровыми, гибкими. Сексуальными и так далее. Вот так как мы хотим в старости, нет. Вот они хотят такими быть. И, соответственно, у меня тоже есть желание рассказать, почему, каким образом. Вот вы в оптимальном весо-ростовом соотношении. Как вам считывают ваш возраст? Кто виноват? И первое, о чем мы поговорим, это об осанке. Очень многие девочки маловесные, они еще и теряют костную массу. То есть продвигаются к костной опорозу. Соответственно, осанка портится, она просто становится старческой. Боже, а вам всего лишь 60 лет. Вторая причина, по которой читается наш возраст, это, конечно же, походка. И здесь мы немножко поговорим о сенсорно-моторной амнезии, что старостью зовется. Это нужно знать, потому что современный человек уже имеет огромное количество наработок от предыдущих поколений. И уже пора разобраться все-таки, что же такое старость. Итак, расскажу вам по поводу осанки, и мы сделаем, может быть, парочку упражнений. Расскажу, что нужно сделать, чтобы всегда иметь летящую осанку, то есть походку, а это значит профилактика остеопороза. И, слушайте, друзья, системный человек – это тот, который нарабатывает. Он понимает, какую бы мне привычку наработать. Он нарабатывает эту привычку, так как потратил время на наработку этой привычки, оставляет ее с собой и идет по жизни в этой правильной привычке. И я это упростила до 12 основных полезных привычек, которые нужно взять с собой. Поэтому я считаю, что нужно ввести такое понятие, как интеллект по здоровью. И чем выше интеллект по здоровью, ваш собственный, тем краше ваше тело. Приходите на третий день, доработаем вот эти нюансы, и я уверена, вам будет полезно. Приходите сами и пригласите подругу, потому что интеллект по здоровью индивидуально не бывает. Должен быть групповой интеллект по здоровью. Вы – ваша подруга, вы выбираете другие рестораны, вы выбираете другие пути, где бы вы отдыхали, вы выбираете общий спортивный зал, вы говорите на эти темы, вы готовите другие блюда. А если вы 5 или 10 подруг обучите, тогда у вас будет совершенно другое успешное по здоровью окружение.